Папа. Да, сынок, что случилось? Папа, я хочу тебе кое в чем признаться. Давай говори. Я долго собирался, чтобы признаться тебе, и вот я решил, что признаюсь. Давай не тяни, что случилось. Я просто давно тебе ни в чем не признавался. Сынок, не тяни резину, говори. Настало время признаний. Давай уже время. Да, время признаваться. Признавайся, сынок. Отец, я хочу признаться, что я курю. Курю. Что? Ты куришь? Это нормально, сынок. Все курят. Я курю, твоя мать курит. Все курят. Это абсолютно нормально, сынок, курить. Сейчас время такое, сейчас все курят. Знаешь, как я с твоей матерью познакомился? Стоял, и как-то я помню, ох, дождливый был вечер. Подошла твоя мать, говорит, дай закурить. Я говорю, держи. И все, потом понеслось. Все нормально. Ты знаешь, я даже когда тебя зачинал, курил. Нормально. Я в роддом пришел, курил. Акушер курил. Маленький ребенок рядом с тобой курил. Все нормально. Все кури. Кури. Все в порядке. Спасибо, отец, что ты меня понимаешь. Но раз такое дело, отец, это еще не все. Так. Я еще кое в чем хочу тебе признаться. Признавайся. А раз уж я признался в предыдущем, то я могу признаться и в следующем. Ну? Отец, я... Я... Отец, я... Я пью. Ты пьешь? Ты пьешь? Это нормально, сынок. Все пьют. Я пью, твоя мать пьет. Знаешь, как я с твоей матери познакомился? О, я помню. Напился я в Термадан просто в говно. Стоял пьяный, подходит ко мне какая-то телка. Я так присматриваюсь, вроде ничего. Она говорит, закурить не найдется. Я еще присмотрелся. А это твоя мать будущее, понимаешь? Нормально, нормально. Я пью, ох, как мы пили. Мы пили постоянно, постоянно бухали. Ты, когда родился, я так нажрался. Твоя мать нас обоих вместе с тобой из роддома вытаскивала. Пей и пой. Спасибо, отец, ты разрешил мне делать сразу две вещи. Ну, раз пошло такое дело, то я хочу тебе еще кое в чем признаться. Пап. Ну? Пап, я... В общем, я не только курю и пью. Я веду беспорядочную половую жизнь. Ты ведешь беспорядочную половую жизнь? Это нормально, сынок. Мы самцы. Ты спишь с женщинами, я сплю с женщинами. Твоя мать спит с женщинами. Все в порядке. Все сейчас спят с женщинами, это в порядке вещей. Знаешь, как я с твоей матерью познакомился? Шел я от одной телки пьяной в говно. А соль мне твоя мать говорит, ова! Закурить не найдется? Я присмотрелся, это твоя будущая мать. Ну, у нас есть слово за слово, и через девять месяцев и сорок секунд появился ты. Все нормально. Спи с женщинами, все в порядке. Отец, я тогда еще тебе кое в чем признаюсь. Угу. Я веду беспорядочную половую жизнь не только с женщинами. Я еще и, ну, с мужчинами. Более того, я сплю с твоим другом, Иваном Петровичем Звякиным. С Ванькой? С Ванькой, который мой лучший друг? С которым я был в армии? Да. Который был свидетелем на моей свадьбе? Ванька Звякин? Да. Ну, это нормально, сынок. Это нормально. Он хороший человек, плохому не научен. Мы с ним нашли общий язык. Вы с ним нашли общий язык. Я даже рад, что это он. Я помню, по молодости сам на него засматривался. Нормально, сынок, не переживай. Хорошо, пап, я тебе еще кое в чем признаюсь. Ну? Вот бабушкина квартира трехкомнатная на старом Арбате. Так. Вот, мы ее еще сдаем. Ну? В общем, пап, мы ее больше не сдаем. Ну, не сдаем, так не сдаем. Пусть так постоит. Продадим или разменяем? Нет, пап, не разменяем. Что? Я проиграл бабушкину квартиру в карты. Ты проиграл бабушкину квартиру на старом Арбате? Да. Ну, это нормально, сынок. Нормально. Раньше у тебя была бабушка, не было квартиры. Потом не стало бабушки, появилась квартира. Теперь у тебя ни бабушки, ни квартиры. Это нормально, сынок. Она же вообще не хотела, чтобы квартира кому-то из нас досталась. Вот она никому не досталась. Ну, хорошо, пап, я еще кое в чем признаюсь, раз такое дело, раз все нормально. Я ездил на твоей машине. Пьяной и накуренной. Ну? Со мной были проститутки и гора кокаина. Угу. За мной гнались полицейские, и я отстреливался от них из твоего охотничьего ружья. Сынок, это нормально. Абсолютно нормально. Для Москвы это вообще нормально. Ну, уехал ты от полицейских. Не уехал бы, сидел бы сейчас в тюрьме. А так чего? Уехал, все нормально. Мало ли кто сейчас ездит по Москве и стреляет по людям. В порядке вещей. Может, у кого свадьба или день рождения. Тебя не поймали, и никто не узнал. Вот и все. Папа, я снимал все это на телефон. Ну, вот, видео на память. Но был настолько пьяный и накуренный, что выложил это в Ютьюб. Сынок, это нормально, ничего страшного. Раньше у нас даже фотографий не было. Все по памяти пересказывали. А так раз показал друзьям из Ютьюба. Смотрите, я стреляю по бабушкам. И отлично. И вечер удался. Нормально все. Да не нормально, пап. Не нормально. Я тебе, чтобы не рассказал, тебе все нормально. У меня такое чувство, что тебе на меня наплевает. Ты вообще за меня не переживаешь. Послушай, сынок, какого х**а я должен за тебя переживать? Я старый, взрослый, больной человек. А ты молодой, 35-летний депутат Законодательного собрания Верхнеподольского района Москвы. Ты ходишь с подобной каждую неделю ко мне. Ко мне, к прокурору Верхнеподольского района Московской области. То он пьяный, то он накуренный, то он с тёлками. И стыдно? Хоть бы раз, хоть бы раз взял отца с собой. Так поехали. Поехали. Другой разговор. Ружьё взял? Взял. Кокаин возьмём по дороге. Субтитры подогнал «Симон»